Убедилась, важно не только какая лампа будет стоять на столе, но и как она будет светить. Ну, энергосберегающие лампочки имеют массу преимуществ. Они помогают съездить потребление электроэнергии на 80%, в сроках эксплуатации в 15 раз дольше, чем у ламп накаливания, а еще энергосберегающие лампы позволяют организовать более равномерное освещение. Но есть и минусы. Заменить до момента все обычные лампочки в доме на экономке может быть достаточно затратно. А еще и люминесцентные лампы содержат ртуть и прочие токсические вещества. Так что выбрасывать их в простой мусорный бак нельзя. Ну, что делать с лампой после ее выхода из строя? Расследование по этому непростому вопросу провела Наталья Жукова. Эти дома на улице Николая Ростовцева привлекают внимание. Новенькие, ухоженные, многие квартиры освещают энергосберегающие лампочки. Только нести остатки света в специальные места жильцы не спешат, хотя маршрут известен. Лампочки поступают к диспетчеру перегорющей. Она нам их передает, мы как бы относим их в контейнер здесь, который отправляем на утилизацию. Причин несколько. Микрорайон новый, многие лампы еще не отработали свой срок. А с другой стороны, по словам начальника участка, хромает культура поведения квартирантов. Вандализм идет, ломают новый дом. Дом второй год уже как он назначен. Выламывают все. Так что о том, чтобы поставить специальные боксы для утилизации лампы не думают. На мысу несколько лет назад нашли компромиссный вариант. Установили специальные контейнеры прямо на входе в управляющую компанию. За две недели они заполняются под завязку. Вот, уже все, полный битком. Так, открывается, лежит. Да, все, его надо уже дефицировать. Мария здесь частая гостья. В этот раз принесла сразу несколько отработанных источников света и энергии. Стоит этим пользоваться и ценить. Потому что агитация, какая у нас есть по поводу того, что там 20 лет, она засоряет каждая батарейка. Ну, это серьезно. Если есть возможность не свинничать, лучше не свинничать. За утилизацию лампочек жильцы несут ежемесячную плату. 5 копеек с одного квадратного метра. Так что за свои, кровные, можно лампочки и до специального бокса донести. Люди у нас становятся гораздо сознательнее. То есть, по первости, когда мы их только поставили, для всех это было дико. Лампочки у нас, как правило, лежали вот тут рядом. То есть, просто пришли, поставили, ушли. Сейчас нет, сейчас более-менее нормально. Раньше ненужные стекляшки вывозили в другие города. Теперь лампочки можно обезвреживать и в Тюмени. На сегодняшний день у нас работает производство по переработке данных артутсодержащих отходов. За третий квартал 260 тонн фактически артутсодержащих отходов они переработали. А потому, чтобы не пенять на других, осталось одно – навести порядок в голова горожан. Наталья Жукова, Сергей Мякишев, Тюменское время.